Наши отношения – это образцовая модель взаимоотношений между нашими странами. Вы в Казахстане были два года назад, и тогда вы предложили программу нашего экономического сотрудничества. И с тех пор мы продвинулись, много сделали. Я был в Канжоу недавно, на G20, провел подробные переговоры с председателем Сезипином, пригласил его на Экспо-2017 в следующем году. Оно совпадает с проведением заседания ШОС, где Казахстан является председателем, и с официальным визитом председателя к нам. В сентябрьском визите мы обсудили многие вопросы, которые мы договорились и теперь за реализацией проектов, которые есть у нас. Мне так приятно вновь в Казахстане провести встречу с вами, господин президент Назарбаев. Прежде всего, позвольте передать вам большое привет, и искренне пожелания от президента Сезипином. Я благодарю за всем спасибо за приглашение к Казахстане, за радостное приглашение в адрес меня. Вообще, я и к Казахстане в Кыргызстане в Кыргызстане в Кыргызстане. Несмотря на то, что визитные очень блины, но тем не менее, он отражает наше стратегическое сути, взаимоотношение и нашу дружбу. Я также вам благодарен за приглашение. Ваши приглашения в адрес, которые вы знаете, за председатель Сезипином, по линии международных стран, где мы можем поддерживать контакты. Мы будем в позитивном ключе изучать такое приглашение, поддерживать контакты на высоком высшем уровне между иностранными, позволять укреплять политическое узнанно доверие, продвигать политическое сотрудничество. Я знаю, что forgiving укрепляя, в премии международных импирах, думаю, что укрепляя с премьер-министром Загидаума, мы вместе смотрели в одной из проектах соединенного сотрудничества, Я хочу отметить, что проект, в китайской стране, в моем родной городе, в таком коротком промежутке, к времени нам уже удалось осуществлять сборку автомобилей 30% нациализации казахстанской страны. Это только отражает высокий уровень нашего сотрудничества. Два проекта существовали уже в этом году, еще четыре проекта, и так дальше идет, за составлением этих планов наших следит весь Казахстан, народ наш. Я надеюсь, все проекты будут на хорошем современном уровне, чтобы мы могли сказать, мы не только предприятия ставим, но мы ставим предприятия высокого, современного, качественного, инновационного уровня. Это задача перед нашим правительством и перед вами. Этот план уже есть, нам надо теперь его делать.